Ага, поехали! Что вы представляете, когда слышите слово катамаран? Да-да, те самые два пулака с педальками посередине из детства. Но бывают и катамараны, на которых брутальные морские волки рассекают по большим волнам. Сегодня я на своем опыте попытаюсь выяснить, чем же отличаются эти катамараны. Принципиального отличия от педального катамарана только наличие паруса и наличие шверта. Вот такой большой штуки, которая служит для защиты от дрейфов. Смотри, как он растел. Это же не умеет. Мы туристы. Я начинал как турист. Я сначала купил байдарку, потом на байдарку увидел отверстие, степс, мне сказали, что сюда парус надо. Я поставил туда парус, получил байдарку с парусом, потом сделал аутриггеры, то есть у меня получился тримаран с парусом, еще добавил парус, а потом, ну, наверное, надо катамаран брать. Взял туристический катамаран. Чем он хорош? Тем, что он может залезть в купе, и я его могу разобрать и уехать на Байкал, уехать на Белое море, на Ладу, Гуанегу и так далее. А как тормозить? Тормозить парусом вот так еще от себя, еще, еще от себя, от себя, от себя, от себя, да, от себя, гляди вперед. Вот, и ты затормозил, мы встали, все, хватит, все, надо сюда, вот. Люди, попробуешь катамараны, отсюда не уйдут никогда, потому что катамаран ходит быстрее скорости ветра, яхты так не могут. Ну, вот раньше был популярен и яхтенный спорт, и был катамаранов у нас был, но сейчас немножко народ ударился в водомоторники. Ну, я надеюсь, ситуация исправится, и люди в конце концов поймут, что управлять стихиями намного интереснее, чем управлять этой железякой, от которой бензином постоянно пахнешь. А здесь ты управляешь на грани двух стихий. Ветер, вода, красота, тишина. А если еще подует, шквальнет, ты чувствуешь, что вот ты весь в струнку напряженный, катамаран ускоряется, встает на один поклавок. Вообще, обстановка на катамаране довольно экстремальная, я должен сказать. Нужно очень быстро уметь реагировать на мельчайшие изменения. Управляется лодка легко, и на самом деле мощь ветра недооценивают люди, когда ходят по берегу. Вот стоит под огромный парус попасть, сразу понимаешь мощь стихии. В руки румпель в один, в другой шкот. Я командую, ты делаешь, и через 2-3 занятия приходит понимание, что куда, что, как, колдунчик, как поставить. Надо как подбить шкот, где немножко подбить оттяжку Каннинхэма, где ее отдать чуть-чуть, и все. Я почувствовал себя настоящим юнгой на пиратской шхуне. Это неимоверные ощущения и впечатления. Я желаю каждому их хотя бы раз в жизни испытать на катамаране. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!